всем привет меня зовут стёпа для тех кто не забыл я живу в городе куэль и не учусь гуанси шифан дальше и сегодня мы решили показать вам сколько же тратит студент за один день в китае такое видео у нас уже есть краткий рилс нашем инстаграме но здесь на ю тубе у нас нет ограничений по времени поэтому мы с вами можем запихнуть сюда весь 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 день так сегодня суббота нету пар и соответственно нету планов поэтому я не знаю что будет единственное у меня по плану есть сейчас нужно забрать посылки с почты и вечером я договорился с подругой поужинать а остальное никто не знает кстати это моя комната кому интересно как живут студенты я сейчас живу один так как мой друг сосед он уже уехал у меня сейчас есть такая возможность пожить одному студенты меня поймут это просто самое лучшее что может быть кстати если вдруг вам интересно прям четкий обзор комнаты в общежитии напишите в комментариях может быть это будет следующее видео и так погнали сколько же можно потратить за один день в китае сразу скажу чтобы не было никаких дневных комментариев у каждого финансовая ситуация разная кто-то работает кто-то не работает кому-то родители присылают столько то денег кому-то столько то кто-то выживает на такую-то сумму и поэтому у всех ситуации разные буквально перед началом видео сходил в столовую взял себе небольшой завтрак здесь есть рис яйцо мясо и куриная ножка и все это вышло в 15 вот такой судочек и так сейчас я еду забирать свои посылки с почты почему еду потому что я пойду на байке так как их много я не хочу просто таскать это все по кампусу кстати насчет байков это отдельная тема потому что в нашем универе да и принципе во всех особо не разрешают их иметь иностранным студентам да и в принципе студентам в общем но как бы наш университет более-менее к этому лоялен то есть на это закрывают глаза байк китае такой можно электрически приобрести где-то от двух тысяч юаней но маме достался просто по блату потому что один мой хороший друг он уезжал из гуйлиня и просто решил мне его оставить на самом деле очень очень удобно передвигаться так даже не знаю что буду делать если я вернусь в россию как-то к этому очень сильно привыкаешь китайские почты выглядят именно так про них я уже записываю новый релс ждите его в инстаграме я подробнее расскажу как и что здесь как работает как здесь приходить получать эти посылки как и заказывать и в общем все 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 об этом ждите скоро брил все ну или она уже есть зависимости от того когда вы смотрите это видео когда существует несколько компаний доставок поэтому объехать по кампусу нужно будет несколько почт и забрать все что у меня есть там накопилось довольно много в общем пришла мне вот такая куча посылок это примерно даже наверное не все что я еще заказал там еще что-то есть в пути и если вы подумали что сейчас будет распаковка то нет ее не будет здесь слишком много всякого барахла примерно все эти посылки каждый еще не все получил там есть еще которые еще не дошли все это я заказывал на прошлой неделе вышла в районе около двух тысяч юаней не пугайтесь я не скажу что я или какой-то другой студент или кто-то другой заказывает на такие суммы постоянно просто сейчас была необходимость тут были подарки себе папе на день рождения также была какая-то одежда на лето есть какие-то бытовые средства которые там нужно использовать там гель для душа еще что-то помыть почистить также только что вспомнил что вчера я отдал в ремонт свой чемодан который сломался и некоторую одежду а это кстати тоже из-за разряда непредвиденных трат у студентов которые могут случиться поэтому пойдемте вместе и заберем узнаем сколько это стоит и они хао вода донси хама тоши вую тега кузы дуанку хаю сели сан дыма тега санга донси гондо сам окей и так вы представляете что вот этот чемодан молнию на нем джинсы и шортом не починили всего лишь за 15 юаней просто что что эта женщина она святая ее обожаю кстати как вы считаете что вот за 15 юаней это примерно 200 рублей починить вот эти вещи ну паре как и стать в ремонт одежду насколько это дорого или дешево настоящее время погода в гулине довольно жаркой и дождливая поэтому на выходных выходить куда-то особо не хочется плюсом на следующей неделе у нас будут последние экзамены в итоге что мы идем учиться в кофейню что у нас в универе рядом есть кофейня только что в кофешопе не увидел свою знакомую подружку она тоже студентка нашего универа давайте вместе подойдем к ней и зададим пару вопросиков и калит лучше нехал не хочу не за зале зошима у меня есть мы тут только 2018 года уже стали aux viens есть что у меня есть а мыrin решаемся да, вот когда мы будем их 16 лет вещами у auditorории и зарro 줘ness и вообще делать надо мы будем их дом Casey а пока мы сортировал ещё на этом году, но это это действительно очень неделя и начинаются и то мы рады Затем я хочу дать вам в�� в компании? Вам продают это в кофей-серверной магазине? Да. К Leaf, куда ты делаешь? Я из Венезра. Пять месяцев ты в Китае за неделю? В Китае за неделю хватило 500 рублей, потому что мой тест с нами былommaен. Это очень удобно, поэтому они мне так сделаны. Как сказать, я с очень много студентов, особенно у留学生, они сказали, что они получили 2,000 рублей. Но я думаю, что это можно, но если у меня есть зарплаты, В нашем кофешопе довольно удобно сидеть и делать домашние задания, но чай и кофе там относительно дорогие и невкусные. Так как мы, студенты, следим за финансовой грамотностью, я решил пойти в другую чаюшницу, взять домшай и просто посидеть в нашем кофешопе. Но чтобы там посидеть, нужно все-таки что-то купить, поэтому я решил взять себе вафли. Примерно так выглядит 28 юаней. Вы считаете, оправдано ли это? Как вы только что могли заметить, что студентов, обитающих в этом кофешопе, довольно много. Я еле-еле нашел один свободный столик, чтобы присесть. Цены в этом кофешопе довольно высокие и на самом деле неоправданные, потому что ни кофе, ни чай не стоят своих денег и при этом он даже невкусный. Поэтому я просто заказал себе вафли, они стоили 20 юаней. И сейчас я иду в магазин к нашей Аишке заказать обычный стакан вкусного зеленого чая, как я люблю. Потому что мы студенты, денег у нас немного, а это без... Знаете, здесь должна быть эта вставка. Но это бесплатно, да? А то денег у нас нету. Денег у нас нету, поэтому мы должны следить за финансовой грамотностью и обучаться ею. Итак, настало время ужина и как у нас сегодня было по плану, мы с Марго выезжаем покушать что? Пасту. Пасту или ты говорила Бурату? Бурату тоже. Знаете, просто в Китай на самом деле очень довольно сложно найти европейскую еду. И я давно чего-то такого не пробовал, и поэтому вот сегодня выходной день, и мы решили поехать и попробовать. Мы приехали, я никогда не видел это место. И как оказалось, спортзал, в который мы оба ходим, он вон там. Но мы не идем в спортзал, мы идем кушать европейскую еду. Итак, мы пришли в это заведение, оно называется Анини, и как всегда мы просто сканируем QR-код и делаем заказ. Итак, все-таки мы решили заказать Бурату пиццу и еще какие-то сэндвичи, и вышли они в общем на 108 юлайм. Ты знала, что до этого, что они так делают? То есть именно вот таким образом в Китае, когда на стол приносят свое блюдо, они из чека вычеркивают его чисто вот так вот ногтем, чтобы уже было понятно, что принесли, а чего еще нет. При съемке пострадал пашот. Потому что нельзя. Нельзя? Учение, что я его сломаю. Вкусно? Не знаю. Не знаешь, не вкусно. А мы только что поели, и сейчас возвращаемся просто в общежитие. Чтобы вы понимали, насколько быстро в Гуйлине меняется погода. Когда мы ехали, вы видели на видео, просто была солнечно-прекрасная погода, и сейчас идет дождь. Так бывает, что по вечерам, в субботу, друзья-китайцы могут позвать куда-нибудь вместе выйти outside, покушать, выпить. И да, я не считаю, что это такая тема, которую нужно скрывать. Мы взрослые люди, мы можем это делать. Мы студенты. Но сегодня выходной, мне 22 года. То есть я не считаю, что это что-то плохое. Поэтому я считаю, что этим тоже можно поделиться. Потому что это также обычная студенческая жизнь. Правильно? Правильно. Так частенько случается по субботам, ну или в любой другой день. Меня могут позвать разные друзья, но у меня их не особо много, именно китайцев. И вот сегодня мой друг Ин, сегодня решил позвать меня вместе с ним, выбраться наружу и просто хорошо провести время и отдохнуть. Почему бы не показать вам это тоже правильно? Что за что-то просто делать? Знаете, я сейчас купил много, много много свяков. Потому что я ехали, что я у меня не купил. Но у меня есть еще вот что-то еще не купил. У меня есть какие-то? В любом случае, я думаю, что это в Гуи-ли. Если в Гуи-ли, то я думаю, что у меня есть какие-то для гуи-ли. Например, у нас в Гуи-ли, у нас есть три-бала. Три-бала, это что-бала? Добро пожаловать на нашу вару, называется он Шокол. Здесь мы часто отдыхаем с друзьями, потому что Лаван хороший наш друг, его жена казашка, и он немного даже говорит по-русски, поэтому погнали вместе и посмотрим, как там отдыхается. Добро пожаловать на нашу вару. Добро пожаловать на нашу вару. В общем, вечер продолжается. Мы продолжаем сидеть, разговаривать, хорошо проводить время и время на съемку у меня не совсем нет, поэтому прощаюсь с вами здесь и увидимся. Итак, сегодня вы провели целый день вместе со мной. Поделитесь в комментариях, какие у вас впечатления, может в каких-то моментах вы со мной не согласны или наоборот согласны и что-то хотели бы подчеркнуть, а может быть есть какие-то моменты, которые вы не совсем поняли или хотите наоборот что-то больше узнать. Напишите в комментариях и всем пока!